Добрый вечер. На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Предприятия по производству средств реабилитации в прошлом году выпустили продукцию на 700 миллионов рублей. В нынешнем данный показатель увеличат за счет мер поддержки, заявил Андрей Назаров в ходе посещения Центра управления Республикой вместе с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. С 2023 года в Башкортостане ввели меры поддержки для тех компаний, которые производят средства реабилитации. Инвалидные кресла, коляски, специальные тренажеры, обувь и многое другое. По программе можно компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Также, по словам премьер-министра правительства региона, такие предприятия могут рассчитывать на кредит фонда развития промышленности сроком до 3 лет по ставке 1% годовых. Республика продолжит оказывать поддержку этому направлению как для комфорта жителей с ограниченными возможностями здоровья, так и для роста ассортимента производителей. Мы продолжаем мониторить ситуацию и будем дополнительно поддерживать, если будет такая необходимость, чтобы и количество предприятий развивалось, и чтобы у них ассортимент рос. Ну и самое главное, чтобы эта продукция была очень полезна для наших граждан, которые в этом нуждаются. Ну и в целом для нашей среды, которую мы создаем, чтобы наши граждане, все граждане без исключения, чувствовали себя комфортно. В ходе визита директора ОСИ Светланы Чупшевой в Уфу поднимут вопрос проведения в регионе форума «Ломай барьеры», где чествуют жители с инвалидностью, которые отличились в той или иной области. Кроме того, в рамках форума проходит выставка предприятий, которые создают доступную среду для работников с ОВЗ. Качественные инициативы проекта «Сильные идеи для нового времени», не прошедшие на федеральный уровень, будут поддержаны в Башкортостане. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров. «Сильные идеи для нового времени» — это ежегодный форум, направленный на выявление общественно значимых инициатив, которые внесут вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны. В этом году Башкортостан отличился, подав 2,5 тысячи заявок от 3 тысяч человек. Таким образом, по этому показателю республика заняла первое место. Для рассмотрения заявок собрали 6 штабов, которые провели 15 стратегических сессий. Все проекты аккумулировались на специальной цифровой площадке. Мы сегодня обсуждали, что наша задача — это не просто отобрать топ-100, топ-10, топ-1000 лучших, а вот благодаря этой нашей совместной работе на крауд-платформе, чтобы каждый человек имел возможность получить какую-то экспертизу, доработать свой проект, инициативу. Здесь, конечно, видим, что институт менторства очень логичен. Надо прикреплять к таким идеям людей, которые имеют дополнительные ресурсы, финансовые, административные, которые могут поддержать эту идею и двигать вперед. Поэтому это начинаем развивать. И в целом формируем такую среду у нас, которая будет позволять нашим гражданам и выходить с идеями, и быть уверенными, что меры государственной поддержки, административной поддержки, общественной поддержки будут направлены на то, чтобы эта идея была реализована. По итогам форума, 10 самых передовых инициатив будут представлены президенту страны Владимиру Путину. На инвестчасах в администрации Уфы в этом году рассмотрели 50 проектов с общим объемом инвестиций более 15 миллиардов рублей. После их реализации появится 2250 рабочих мест. Об этом телеканал РБК Уфа сообщили в мэрии. В прошлом году власти города рассмотрели инвестпроекты на 26 миллиардов. В этом году показатель планируют увеличить. Сейчас к реализации готовят несколько инициатив. Одна из них – расширение музыкальной школы по концессионному соглашению. Общий объем инвестиций составит 30 миллионов. Вот надземный, вот эту сторону мы уже все освоили. Здесь сделан полностью ремонт, здесь занимаются дети. Где-то 100-150 детей у нас занимаются здесь музыкой, шикарная студия, звукозапись, концертная площадка. И дальше, соответственно, здесь вторая очередь мы планируем это реализовать в следующем году. А здесь хотим сделать музей. Музей музыки. Напомню, в прошлом году в Башкортостане инвестиции в основной капитал составили более 500 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем в 2021. Сегодня в Уфе на боевое слаживание проводили батальон имени Минигали Губайдулина. Церемония состоялась на Советской площади в Уфе. Вместе с батальоном в Самарскую область отправились ремонтная рота и рота материального обеспечения. Новые подразделения войдут в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Со словами напутствия выступили командир батальона Фарид Мегранов, герой России Сергей Тулин, глава Башкортостана Радий Хабиров. Республика очень существенно помогает, потому что, я считаю так, они выполняют прежде всего работу, тяжелую работу, опасную, безусловно, для жизни, здоровья. Поэтому мы очень серьезные меры поддержки самих воинов продумали. Ну и, конечно, семьи есть. Будем о них заботиться. Напомню, на прошлой неделе на боевое слаживание отправились башкирская артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова, медицинская рота имени Ахмета Давлетова. Они также войдут в состав башкирского мотострелкового полка. В Башкортостане предложили бесплатно оказывать юридическую помощь бывшим заключенным. Соответствующие поправки в региональный закон внесла фракция ЛДПР, сообщил РБК УФА и ее руководитель Вячеслав Рябов. Меры поддержки распространят на вышедших на свободу граждан, которые прибыли в республику в течение полугода. Из пояснительной записки к проекту следует, что поправки в закон о бесплатной юрпомощи нужны для обеспечения гарантии защиты прав и интересов бывших заключенных, а также создания условий адаптации. Несмотря на то, что эта инициатива, на мой взгляд, может быть принята неоднозначно, я считаю ее немаловажной. Как известно, основным направлением уголовно-исполнительной политики государства является социализация лиц, которые отбыли наказание, а также недопущение совершения ими преступлений вновь. Напомню, 25 мая госсобрание приняло закон о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации на Украине. Речь идет о мобилизованных, добровольцах, контрактниках и членах их семей. Им доступны бесплатные правовые консультации, помощь в составлении юридических заявлений, а также представление интересов в судах и госорганах. Уже более 8 миллионов рублей киностудия «Башкортостан» вложила в производство мультфильма о генерале Мини-Галише Муратове. Окончательный же бюджет картины еще не утвержден. Об этом РБКО ФА рассказали в руководстве организации. Производством ленты занимается уфимская студия «Муха». К работе над ней приступили весной этого года. Чтобы максимально точно передать атмосферу эпохи и довоенный быт в башкирских деревнях, аниматоры посетили родное село Шеймуратова. Ведется работа и над музыкальным сопровождением картины. Часть музыки уже записали с Национальным оркестром народных инструментов. И вот по словам руководителя «Мухи» Артура Абдрахманова, производство нового мультфильма может занять даже больше времени, чем выпуск «Северных Амуров» в последней работе студии. И технологически, как мы в свое время поступили с мультфильмом «Северные Амуры», мы просто задали себе планку сделать его более сложным, более интересным в техническом плане, нежели нашу предыдущую работу. Если сравнить картинку того же мультфильма «Садкови» и «Северные Амуры», «Северные Амуры» более совершенные. Напомню, предпремьерный показ «Северных Амуров» прошел 29 января в Москве. Сейчас студия «Муха» готовит ее к широкому показу. Завершена работа над объемным звуком для кинотеатров. Премьера должна состояться в конце августа. У меня все. До свидания.